РАЗРАБОТКА SMM-СТРАТЕГИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ SMM-СТРАТЕГИЯ начинается с выбора социальной сети. Для начала определитесь с целями вашей компании. Стоит также ответить на несколько вопросов, какой площадкой пользуются ваши клиенты, сколько времени вы можете посвятить работе, каким контентом вы наполните аккаунт. Ответы помогут вам выбрать социальную сеть. Далее вам предстоит заполнить страницу. Профессиональный дизайн станет лучшей рекомендацией для клиента. Они решат, что вы относитесь к своей работе серьезно и вашему бренду можно доверять. Все фотографии и картинки должны соответствовать двум принципам – единообразие и согласованность. В описании профиля сделайте акцент на результатах работы, но не перегружайте клиента лишней информацией. Выберите ключевые слова и редактируйте текст, пока он не станет идеальным. Далее подумайте над разработкой собственного стиля. Индивидуальность проявляется через ценности, стиль общения и юмора. Определите, какую функцию несет бренд. Это друг, тренер или учитель? Какие отношения у вас с клиентом? Опишите их. На следующем этапе определяется стратегия публикации. Она включает в себя количество постов в день, время их размещения и контент. Универсальной стратегии не существует, но стоит помнить главное правило – изображение – это необходимость. Фотографии увеличивают количество лайков и ретвитов. Можно выбрать основной вид публикации. Это могут быть ссылки, или цитаты, или репосты, или изображения, или текст. Посетители вашего ресурса должны привыкнуть именно к тому наполнению, которое вы выбрали. Но раз в месяц удивляйте их, добавляйте оригинальную цитату, или забудьте о графике, уделив внимание текстам. Все мастера СММ знают, даже профессиональные стратегии не всегда работают на бренд. Поэтому для анализа ваших результатов применяйте инструменты отчетности. Так вы сможете увидеть эффективность каждой публикации. К примеру, после месяца работы посмотрите статистику и зафиксируйте планку. Найдите среднее число репостов, комментариев и лайков каждого поста. Теперь можно ориентироваться на эти данные и повышать уровень. Стоит также попробовать новинки. Экспериментируйте с длиной текста, ставьте оригинал изображений в Твиттере. Помните, статистика решает все. Если вы заметили положительную динамику, значит стратегия вверх. На заключительном этапе все ваши действия приходят в систему. Теперь нужно зафиксировать график и автоматизировать обновление. Хотите при этом повысить вовлеченность? Вам не обойтись без постоянного диалога с вашей аудиторией. Настройтесь на ежедневный упорный труд, и результат не заставит себя долго ждать. На этом пост видеоблога LP-генератор окончен. Я хочу пожелать вам высокой конверсии. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и смотрите наши другие видео. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok